всем привет меня зовут Ильдар и у нас сейчас с вами очередной выпуск топ 10 сегодня мы разберем тему непрерывность и точки разрыва вообще в этих выпусков топ-10 я разбираю с вами одни из самых популярных заданий которые встречаются студентам студентов вузов по высшей математике так давайте поехали сразу что такое вообще у нас непрерывная функция в точке функция называется непрерывной в точке если существует предел предел функции f при x стремящемся к x0 и эта функция равняется f0 то есть функция называется непрерывной в точке x0 если существует предел и этот предел равен этой функции в точке x0 ну вроде бы все понятно так теперь давайте сразу разберемся какие бывают точки разрыва у нас это нам удобно точки разрыва нам удобно показать сразу на графике ось x ось y допустим у нас какой-то график начали шоу шоу до точки x0 и бац произошел какой-то разрыв да тут то есть вот у нас он разрыв и в таком случае мы получаем точку разрыва первого рода то есть предел в точке предел функции f от x точки x0 минус 0 да это у нас точки x0 вот минус 0 допустим вот сюда да мы немножко пошли а не равен пределу функции точки x0 справа то есть слева справа это у нас односторонние пределы вот это у нас как бы . вот здесь справа справа состоит и если эти пределы у нас не равны между собой то мы получаем точку разрыва первого рода и и так и назвали . разрыва первого рода поехали дальше допустим смотрите у нас в точке x0 график ведет себя вот таким образом то есть вот это у нас пунктирная линия это у нас асимптота наш график он до бесконечности будет приближаться к этой асимптоте но никогда ее не пересечет и точно также с этой стороны то есть будет до бесконечности приближаться этой асимптоте в данном случае это 700 x0 но никогда не пересечет эту асимптоту и если у нас хотя бы один хотя бы один из односторонних пределов то есть f от x0 если x0 это слева да у нас хотя бы один из этих пределов равен бесконечности хотя бы один то есть не обязательно чтобы и слева и справа если хотя бы один равен бесконечности то и мы имеем точку разрыва второго рода . разрыва второго рода понятно и у нас еще есть случай допустим когда был какой-то у нас график да но в самой точке вот тут у нас точка разрыва до выклутую был . поэтому но в самой точке x0 график у нас имеет отличен а другое значение от односторонних пределов то есть между собой односторонние пределы у нас равны то есть слева и справа у нас они между собой равны да но не равны самой самой в самой функции в точке в точке x0 то в этом случае мы имеем точку устранимого разрыва точку устранимого разрыва так вот это мне кажется вся теория достаточная чтобы решать в дальнейшем наше задание на непрерывный на непрерывность функции и на точке разрыва то есть первого рода у нас есть точка разрыва второго рода есть и точку устранимого разрыва и дальше мы сейчас с вами переходим уже конкретно к нашим заданиям к нашим примером так поехали так так давайте с вами сейчас разберем первый наш пример у нас задана функция f от x и она задана у нас несколькими функциями на каждом промежутке своя функция при x меньше или равном нуля у нас функция задается парабола x квадрате плюс 1 от 0 до 3 у нас x плюс 2 прямая от 3 до 6 у нас тоже прямая горизонтальная получается равная их от x равна единице и при x больше 6 у нас функция x минус 6 1 деленное на x минус 6 суть задания нужно исследовать вот эту нашу функцию f от x на непрерывность да вот и мы проверять будем нашу непрерывность непрерывность в наших конечных точках то есть это у нас x равное 0 x равное 3 до x равное 6 давайте поехали находим получается сейчас наши односторонние пределы слева и справа пишем предел f от x при x стремящемся 0 минус 0 когда у нас минус 0 мы получается берем нашу параболу то есть предел x в квадрате плюс 1 x стремится 0 минус 0 вместо x мы сейчас подставляем с вами 0 то есть получаем 0 в квадрате плюс 1 0 минус 0 да вообще у нас но уже минус 0 мы как бы не представляем просто добавляем 0 получаем единичку дальше предел теперь находим f от x при x стремящемся у нас 0 плюс 0 когда мы берем с плюсом да у нас уже вот эта функция подставляется предел x плюс 2 при x стремящемся 0 плюс 0 получаем 0 плюс 2 да смотрите у нас односторонние пределы да слева у нас единичка получился справа двойка тогда мы делаем вывод что x равное 0 это . разрыва первого рода то есть вот наши односторонние пределы не равны между собой 1 и 2 и и когда у нас точка разрыва первого рода всегда просит еще писать скачок функции то есть как у нас как но вот это вот это у нас как раз и будет скачок да когда на графике смотрят и тут можно без проблем тоже посчитать скачок равен у нас мы просто отнимаем 1 минус 2 до или 2 минус 1 без разницы что то откуда мы ставим модуль да то есть 1 минус 2 будет модуль минус 1 или просто 1 скачок равен нас единички так в точке x равна нулю мы проверили давайте теперь проверим в точке x равное 3 находим пределы под x при x стремящемся 3 минус 0 предел x плюс 2 x стремится 3 минус 0 3 плюс 2 дает нам 5 давайте теперь находим предел давайте теперь находим предел точки 3 но справа да уже при x стремящемся 3 плюс 0 когда у нас справа мы подставляем уже нашу функцию x равное 1 то есть всегда будет единичка то есть мы опять получили с вами разные то есть x равное 3 у нас тоже разрыв первого рода а скачок при этом будет равен 1 минус 5 то есть 4 давайте в следующей точке предел f от x при x стремящемся 6 минус 0 да 6 же осталось это у нас будет также единичка давайте сразу единичка запишем и предел f от x при x стремящемся 6 плюс 0 мы получаем что с вами x минус 6 x стремится 6 плюс 0 смотрите у нас тут сейчас будет деление 6 минус 6 мы получаем 6 плюс 0 минус 6 6 6 у нас уничтожили 1 плюс 0 то есть получаем плюс бесконечность вот в каком случае мы пишем подставляем плюс да еще чтобы определить мы уходим в плюс бесконечность или в минус бесконечность так в точке x равное 6 левый предел нам дает единичку а правый предел дает плюс бесконечность А если хотя бы один из односторонних пределов равен бесконечности, то мы имеем точку разрыва второго рода. Так и пишем, х равен 6, разрыв второго рода. Вот, по сути, мы сейчас с вами исследовали полностью функцию на непрерывность, нашли все ее точки разрыва. То есть, она у нас всюду непрерывна, кроме точек х, равная 0, кроме х, равная 3 и кроме х, равная 6. То есть, непрерывно, можно написать вот так, непрерывно при х, стремящемся от минус бесконечности до 0, дальше от 0 до 3, дальше от 3 до 6 и от 6 до плюс бесконечности. Или эту запись мы могли записать вот так. r это у нас все действительные числа, кроме, вот это знак минус как будто, кроме точек у нас 0, 3 и 6. То есть, вот эта запись и вот эта запись, они, это одно и то же, просто по-разному записаны. И еще, обычно просят в таких заданиях схематически построить график. Ну, давайте построим, ничего сложного. Так, при меньшее или равно 0 у нас в х квадрате плюс 1. Это у нас парабола, да, с вершины, во-первых, ветви направлены вверх, да, потому что у х квадрата, перед х квадратом стоит единичка, да, подразумевается у нас единичка, и она больше 0, поэтому ветви вверх. Решина у нас в точке 0, 1, то есть вот в этой точке. И у нас получается вот эта парабола. Так, дальше от 0 до 3, во-первых, в точке 0 у нас двойка, да. Так, в точке 0 у нас включена, да, поэтому вот эту закрашиваем точку, а в точке 0 справа у нас выкалывается, поэтому точку 2 вот эту мы выкалываем. И до 3, а в тройке у нас 5, да, равняется. Так, 1, 2, 3, тут 1, 2, 3, 4, 5. Так, а в этой точке у нас закрашено, мы получаем прямую вот такую. Так, и дальше от 3 до 6, 4, 5, 6, у нас единичка. Так, вот это у нас единичка будет. Так, и слева у нас тут выколото, а справа у нас включено. Закрасим, значит. И у нас еще в плюс бесконечность, да, уходит. В плюс бесконечность вот это. То есть мы строим асимптоту, да, x равное 6, и вот она до бесконечности будет приближаться, но никогда не пересечет. То есть вот так. Вот мы схематически построили сейчас с вами график. Так, все, пример у нас с вами решен, переходим к следующему. Так, следующий наш пример. Данная вот такая функция, нужно исследовать ее на непрерывность. Так, во-первых, когда у нас идет непрерывность, и когда вообще мы находим область определения наших функций, мы смотрим, во-первых, когда у нас корни, да, четные степени, допустим, корень квадратной степени, корень квадратный, да, просто, или корень четвертой степени, то в четных степенях у нас всегда под коренное выражение больше или равно нуля. И также мы всегда смотрим деление на ноль. Вот. То есть у нас x плюс 2 не должно равняться нулю, да, то есть x не должно равняться минус 2. Давайте найдем предел как раз в этой точке. Находим предел x кубе плюс 2x квадрате, x плюс 2, x стремится минус 2. Давайте пока просто минус 2, да, без односторонних пределов. Так, мы получаем, значит, предел с вами. Если мы минус 2 в числителе и в знаменателе подставим, так, я всегда говорю, нужно вначале всегда писать неопределенность, да, в пределах. Если мы минус 2 подставим, то получаем тут минус 8 плюс 2 на 4, да, тут минус 2 плюс 2, то есть получаем неопределенность 0 делить на 0. Так, можем ли мы избавиться от этой неопределенности? Если мы в числителе x квадрате вынесем за скобки, получим x плюс 2 деленное на x плюс 2, x стремится минус 2. x плюс 2 и x плюс 2 у нас сократились, получаем просто предел от x квадрате, x стремится минус 2. То есть у нас в точке при x стремящемся минус 2, мы получаем минус 2 квадрате или просто 4. Вот, смотрите. То есть у нас вот эту мы функцию можем записать, как y равняется x квадрате, но при этом x не равная минус 2. То есть мы получили с вами параболу, но в точке x равная минус 2 у нас она не существует. То есть мы получили, что в данном случае односторонние пределы, если мы подставим, то они у нас будут, да, существовать в этой точке. Но в самой точке у нас не существует. Поэтому мы получаем с вами точку устранимого разрыва. И так и пишем x равная минус 2 точка устранимого разрыва. И давайте график сразу нарисуем. Это у нас получается парабола. Да, так, тут ветка немножко некрасивая. Вот, и в точке x равная минус 2, да, у нас равняется 4. Пусть это будет 4. И вот в точке у нас минус 2, как раз это выкалывается, вот это наша точка. То есть вот он график, как будет выглядеть. Вроде бы как на первый взгляд такая страшная, да, функция получилась. А на деле это всего лишь парабола, где у нас она не существует в точке x минус 2. Так, вот еще такой пример бывает на исследовании непрерывности в вузовской программе для студентов. Так, к следующему примеру. Давайте сразу. Третий пример у нас. допустим, y равняется x плюс 1 под модулем и деленный тоже на x плюс 1. Очень похожий пример на вот предыдущий, на второй. Во-первых, тут модуль, да, есть. Как мы модуль раскрываем? Допустим, модуль числа а, это равняется у нас просто а, если у нас а больше или равно нуля. И минус а, если а меньше нуля. То есть, вот сейчас и будем раскрывать как раз x плюс 1, да. А, если у нас x плюс 1 больше или равно нуля, то есть x больше или равно минус 1, то модуль x плюс 1 у нас раскроется как просто x плюс 1. Но если x плюс 1 у нас меньше нуля, то есть x меньше минус 1, то модуль x плюс 1 раскроется как минус x плюс 1. И вот давайте сейчас найдем с вами односторонние пределы. Допустим, предел, когда у нас х стремится, минус 1, минус 0. Во-первых, у нас тут деление на 0 же есть. Минус 1, минус 0. То есть у нас получается х меньше минус 1. Тогда мы наш модуль раскрываем с минусом. Так и пишу, минус х плюс 1, деленное на х плюс 1. Х стремится, минус 1, минус 0. Х плюс 1 и х плюс 1 сократились, а стало минус 1. Давайте теперь справа. Предел f от х, при х стремящемся, минус 1, плюс 0. Минус 1, плюс 0. То есть вот это. Тогда мы наш модуль раскрываем с плюсом. То есть получаем предел х плюс 1, деленное на х плюс 1. Х стремится, минус 1, плюс 0. Сократилось, сократилось и стало 1. То есть наши односторонние пределы разные. Слева у нас минус 1, справа у нас плюс 1. Тогда мы получаем точку разрыва первого рода. То есть х равен минус 1, разрыв первого рода. Так, если график нам начертить, то мы получим с вами следующую картинку. Если у нас больше или равно единичке, минус единичке, то мы плюс 1 делаем. То есть вот у нас график плюс 1. А если у нас так, это минус 1, это 1. Если у нас меньше минус 1, то вот это у нас минус 1. Тут выколотят, тут тоже выколотят. Вот такой график. То есть у нас минус 1 прямо, это у нас плюс 1. Так, вот мы с вами разобрали три задания. Чаще всего на непрерывность функции дают задание как номер 1. Напишите также в комментариях, что вам понравилось и что вам не понравилось. Мне это будет очень полезно. Так, я буду дальше продолжать для вас записывать ролики, для самой, буду всегда записывать самые основные, самые основные задания, которые встречаются студентам, чтобы им успешно сдать сессию по высшей математике. Я понимаю, что не всем нужна эта высшая математика, но для жизни большинство она не нужна. И вот я поэтому решил записать самые основные задания, топ 10, да, на различные тематики. Так, все. Спасибо всем за просмотр. Еще раз говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях, что понравилось, а что нет. И я буду делать уже выводы. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok